Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы начали говорить о том, что именно мы определяем, насколько быстро придет проявление ответа, о котором мы верим Богу. Мы можем либо ускорить, либо замедлить проявление нашего ответа через то, как мы обращаемся со Словом. Я уже давно просила вас открыть третью главу Колоссянам. Открыли? Колоссянам, третья глава. В 16 стих Библия говорит, «Слово Христово довселяется, обитает, живет, не просто посещает, а живет, довселяется в вас, как? Обильно. Лаками с десертом люди, бывает, говорят, какой насыщенный вкус». То есть, какой-то вкус представлен обильно, выше обычной концентрации, выше среднего. «Обильно». «Обильно», то есть, в изобилии. «Аминь». Это мера. Слово Христово дообитает в вас в великой мере, в богатой мере, со всякой премудростью. Другими словами здесь сказано, наполняйтесь Словом. Наполняйтесь Словом. Пусть у вас будет не просто немного Слова, но будьте полны Словом. Аминь. Об Аврааме сказано, что он был вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Позвольте вам сказать, мы не можем быть вполне уверены, будучи пустыми. Для полной уверенности требуется наполненность. И если мы вполне уверены, если мы полны Слова, мы ускорим проявление ответа на нашу нужду. Мы ускоряем проявление, питаясь Словом и сосредотачивая свое внимание на нем. Мы замедляем проявление, когда колеблемся из-за того, что видим. Колеблемся из-за обстоятельств. Сосредотачиваем свое внимание не на том, что надо. Сосредотачиваем свое внимание на чем-то другом вместо Слова. Чем больше мы думаем о чем-то другом вместо Слова, тем больше мы замедляем проявление ответа. Аллилуйя. Послушайте, папа Хэгген понимал важность питания словом, размышлений о слове, наполнения себя им. Он рассказывал об одном случае. Когда его дочь была еще маленькой, ей было около 9 лет, он тогда много разъезжал. Бывало, он отсутствовал месяцами. И перед одним из его отъездов дочка готовилась к началу нового учебного года. А школа всегда требовала визита к медсестре и общего медосмотра, чтобы удостовериться, что с детьми все в порядке. И вот, за пару недель до начала ее учебы, перед самым отъездом папы Хэггена, на ее глазном яблоке появился нарост. Не на зрачке, а на белке глаза. Они не знали, что это. И она спросила, папа, что мне сказать медсестре, потому что, когда я пойду в школу, она это заметит. И он сказал, дорогая, давай помолимся, возложим руки и проклянем это. Помолимся, высвободим свою веру. Итак, он возложил на нее руки, помолился, высвободил свою веру, чтобы этот нарост засох и исчез. И когда он убрал руки и посмотрел, эта штука была прямо у него перед глазами. Он уехал в поездку, и примерно неделю спустя мама Хэгген пишет ему, Пэт, дочка, спрашивает, что ей сказать школьной медсестре, потому что мы верим, что исцеляющая сила Божья действует, разбирается с этим, но неспасенные или ненаученные люди не понимают язык веры. Они не понимают того, в чем другие стали умелыми. И дочка хотела знать, что сказать медсестре. А папа Хэгген рассказывал, что они с мамой Хэгген каждый день писали друг другу письма, каждый день, когда он был в дороге. Но в этот раз он не написал ей письмо. Он решил провести несколько дней в слове. В поездках он учил на утренних и на вечерних собраниях. И его главной темой была вера и исцеление. И так он проповедовал об этом два раза в день. И ясно, что он прекрасно разбирался в послании веры и исцеления. Но он понимал, что недостаточно знать это и проповедовать об этом. Поэтому он ложился, спал один час, а потом просыпался на час и читал места об исцелении по всей Библии. Он уже прежде отметил их в своей Библии. И вот он читал и проговаривал их. Он не просто наскоро их читал. Он размышлял о них. Потом он снова шел спать на один час и снова на час просыпался и начинал читать места Писания об исцелении. Потом снова шел спать на один час. Он рассказывал, что делал это в течение всей ночи. В первую ночь. Во вторую ночь. В третью ночь. Вот что такое размышление. Вот что такое прилежность в слове. Вот что такое наполняться. Это что-то, что вы делаете очень активно, а не просто между прочим. Видите, он не полагался на то, что «Бог, у меня служение и исцеление. Почему ты не исцеляешь мою дочь?» Он не полагался на то, что «Я проповедник, я все это знаю». Он знал, что одно дело наполняться для проповеди, а другое наполняться для своей жизни. И он не пытался подменить одно другим. Просто сидеть в церкви – это одно. Но вам нужно в своей личной жизни получать приток слова. Потому что ваша жизнь в этом нуждается. И он знал, то, что я проповедник, не дает мне автоматического права на проявление ответа. Ему нужно было делать все то же, что и остальным. И вот, после трех таких ночей, когда он чередовал часы сна и бодрствования, питаясь и размышляя о слове, по прошествии трех дней что-то произошло в его духе. Что? Пришла сила. Он наполнился этим словом об исцелении. И он ответил на письмо мамы Хеггин спустя три дня. «Скажи, Пэт, что она исцелена во имя Иисуса». И к тому моменту, как письмо пришло домой, нарост исчез. Почему? Он с полной отдачей взялся за слово. Когда мы с полной отдачей занимаемся словом, ответы проявляются быстрее. Если мы в полсилы занимаемся словом, мы замедляем проявление, и мы не можем обвинить Бога в том, что Он медлит. Многие люди обвиняют Бога. «Почему ты этого еще не сделал? Почему ты меня не исцелил? Почему ты не дал деньги?» Важно понимать, что некоторые вещи в силу природы самой нужды требуют времени, особенно в сфере финансов или коммерческих сделок, потому что в это вовлечены другие руки, другие люди. Слово говорит, что Бог благословит нас руками людей. Речь идет о финансах. Когда вы сеете, вы пожнете, и жатва придет через людей. Она может прийти через возможности бизнеса, через клиентов. Но каждый раз, когда задействованы еще чьи-то руки, кроме ваших, на это может уйти время. Что же касается исцеления, тут не нужно вмешательство других рук. Это между вами и Богом. Так что вы можете получить исцеление мгновенно. Как только мы наполнимся, сможет прийти ответ. Но я скажу, что чем больше мы будем полны слова, тем больше ускорятся и руки людей. Почему? Потому что наша вера служит топливом для ответа, движущегося в нашу жизнь. Она его ускоряет тем больше, чем больше мы исповедуем слово, говорим слово. «Однажды я ехала за рулем, и из моего духа вышли слова». Дух Святой цитировал мне Марка 11, последнюю фразу 24 стиха, «И будет ему, что не скажет, и из моих уст вышли слова». Чем больше говоришь, тем больше будет. Чем меньше говоришь, тем меньше будет. То есть вы можете ускорить свой ответ, или вы можете его замедлить через то, сколько вы говорите. Но не говорите, будучи пустыми. Слишком часто люди много говорят, но они пусты. Они выучили правильные места Писания, они выучили правильные исповедания, но они не настолько полны слова, как следовало бы. И потому исповедания, которые они говорят, звучат пусто. Они не производят ничего, потому что люди говорят их, не будучи наполненными. Аминь. Позвольте сказать «безопасность в наполненности, когда вы полны слова». Аминь. Аллилуйя. Итак, в Колоссянам 3,16 сказано, «Слово Христово довселяется в вас как обильно, то есть в великой мере». Это важно. Давайте представим, что ваш дух как кладовая, с полками. И чем больше вы запасаетесь словом в своем духе, тем больше полки вашего духа заполняются. И если вы пригласите на свою кухню повара, ну, если бы повар пришел ко мне на кухню, ему пришлось бы быть очень изобретательным, потому что у меня дома в кладовке так мало продуктов. Но хороший повар может и при совсем небольшом выборе продуктов сделать хотя бы что-то съедобное, так? Но если полки в вашей кухонной кладовой полны запасов, каждая полка забита, и вы позовете хорошего повара, братцы, у вас будет пир. Почему? Благодаря заполненности полок. Точно так же, если вы немного слова запасли, Дух Святой настолько верен, что Он подаст на стол все, что вы Ему предоставили. Он приготовит вам что-то, но оно может оказаться не таким изобильным, как вам хотелось бы, потому что Ему практически не с чем работать, когда полки не полны запасов слова. Но если вы заполните свое сердце словом, я вам скажу, у вас будет пиршество день за днем, потому что Дух Святой умеет накрывать стол. Аминь. Аминь. Откройте со мной Марка 4 главу, 24 стих. Марка 4, 24. И я буду читать расширенный перевод. Здесь сказано, Иисус сказал им, «Будьте внимательны, что вы слышите». Это значит, не слушайте все подряд, не верьте всем подряд, не будьте легковерны. Далее здесь сказано, «Какой мерой вы уделяете мысли и изучение?» Мера мыслей и изучения. Не значит ли это, что вы не просто мимоходом читаете? Вы останавливаетесь и изучаете. Вы вбираете это в себя. Кто из вас знает, что студенту не будет зачтен курс, если он просто быстро прочитает учебник и скажет, «Я прочитал». Ему нужно изучить, вобрать эту информацию в себя, подчеркивая, возвращаясь к ней ни один раз и ни два, проходя ее снова и снова, запоминая ее наизусть. Так? Слово не говорит особо о заучивании наизусть, но оно говорит о размышлении, потому что запоминание помещает слово в ум, а размышление помещает его в ваш дух. Аминь. Хорошо заучивать слово наизусть, но Библия говорит о размышлении, потому что оно сделает оттиск слова в вашем духе. Аминь. Важно получить слово в свое сердце, а не просто схватиться за него умом. Итак, тут сказано, какой мерой вы уделяете мысли и изучение? Послушайте, вам нужно изучать, пока вы не усвоите. Какой мерой вы уделяете мысли и изучение истине? Что такое истина? Слово. Какой мерой вы уделяете мысли и изучение слову, такой мерой вам будут отмерены сила и знания. То есть Иисус говорит нам, когда вы вложите в себя слово, это станет очевидно в вашей жизни в виде силы. Аминь. Если вам нужно больше силы, заполучите больше слова. И он говорит, что от вас зависит, сколько силы течет. Сила доступна, но требуется вера, чтобы принять эту силу. Чем больше у вас веры, тем больше силы вы можете принять. Чем меньше у вас веры, тем меньше силы вы можете принять. Аминь. Итак, он говорит, вы определяете, насколько великая мера Божьей силы течет в вашей жизни. Как же нам узнать, сколько силы течет в нашей жизни? Как выглядит наша жизнь сегодня в сравнении с прошлым годом? Сравним ее с прошлым. Пришло ли умножение? Стало ли здоровье лучше? Стало ли финансовое положение лучше? Аминь. Если нет, нам нужно больше силы применить к этим ситуациям. Как же получить больше силы? Ну, слово приносит веру, чтобы черпать силу. Видите, есть сила в слове. В каждом месте Писания достаточно силы, чтобы его исполнить. Вы понимаете? И если вы вложили это место Писания в себя, у вас есть сила, чтобы оно исполнилось. Итак, если вы хотите быть полны силы, наполняйтесь словом. Аминь. Полнота породит полноту. Это то, что Иисус сказал. Будьте внимательны, что вы слышите. Какой мерой вы уделяете мысли и изучение истине или слову, которое вы слышите, такой мерой вам будут отмерены сила и знания. Он говорит вам, как получить больше, как получить больше, как получить больше. Вы не получите больше довольствия с тем, что у вас есть. Аминь. Я хочу все. Как насчет вас? Я хочу абсолютное здоровье. Я хочу полное обеспечение. Я хочу совершенную победу. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Много лет назад маме Хэгген врачи поставили диагноз неизлечимой болезни сердца, которая должна была быть для нее смертельной. Я не знаю, сколько они дали ей времени, но болезнь была неизлечимой. Врачи ничего не могли с этим сделать. И они сказали, что она умрет, что это убьет ее в какой-то момент. Когда она услышала диагноз врачей, она жила с мужем, у которого было ведущее служение и исцеление. Так? Ведущее служение веры. Неважно, что вы замужем или женаты на ком-то, у кого есть вера. Ваша вторая половинка может вам помочь, но не может заменить вашу веру. Неважно, что у него было служение и исцеление, а она нуждалась в исцелении. Это не было выходом для ее ситуации. Ей нужно было верить в Слово точно так же, как любому другому человеку. Мы все в равных условиях. Аминь. Слово доступно нам всем. Аминь. То, что вы проповедник, не значит, что вам дано больше. То, что вы служите Богу, не значит, что вам дано больше. Все изложено и доступно в Слове и у всех одинаковый доступ. Итак, тогда у папы Хегена была кассета с местами Писания об исцелении. И она ее включала. Когда шла спать, она слушала ее всю ночь. Она просыпалась и одевалась под места Писания об исцелении. Она занималась делами по дому под места Писания об исцелении. Она ехала за рулем машины под места Писания об исцелении. Она это делала целый год. Что она делала? Она давала место Слову. Она наполнялась Словом. Понимаете? И чем больше она наполнялась Словом, тем больше сила действовала. И вот, однажды вечером они с папой Хэггеном перед сном смотрели телевизор. Они сидели рядом, каждый в своем кресле. Она сидит и вдруг видит духовный мир, пока они смотрят телевизор. Она в духе видит, как ангел заходит в комнату, подходит к ней, и у него что-то в руках. Он протягивает руку в ее грудную клетку, достает ее старое сердце и вкладывает новое. А старое кладет на стол и уходит, оставляя его. Оно больше не понадобится. В духовном мире он его просто оставил там. Почему? Небесам оно не нужно. Оно нездоровое. Скажете, вот бы такое случилось со мной. Видите ли, тогда вам нужно делать то, что она делала. Она почитала Слово. Она ценила Слово. И она так поступала не один раз, и не одну неделю, и не три недели, и не полгода, наконец сказав, Боже мой, я же замужем заслужителем исцеления. Мой муж учит вере. Это не добавляет нам никаких прав. Слово дает. Слово дает нам все нужные права. И она прилежно занималась Словом. Не забывайте слова сестры Глории Копленд. В постоянстве победа. В постоянстве победа. То есть, попытки что-то делать урывками результатов не принесут. Пуск, стоп. Пуск, стоп. Позвольте спросить вас, родители. Вы же понимаете, что чтобы хорошо воспитать детей, требуется постоянство. Если у вас нет постоянной дисциплины, нет постоянства в обучении, все, в чем нет постоянства, потерпит неудачу. Вы понимаете? Постоянство значит, что придется усмирить свою плоть. Так? Нам нужно усмирять свою плоть, чтобы быть постоянными. Нам должно быть важно наполняться Словом, даже когда мы так себя не чувствуем. Мы должны быть в этом заинтересованы. И вот, мама Хэггин сидела там в тот вечер, и ангел пришел. Исцелил ли ее ангел? Нет. Но он участвовал в ее исцелении. На небе есть части тела. Взамен поломанных частей тела у Бога есть новые. Вам не нужно жить с поломанными. Аминь. Любой хороший производитель изготавливает запчасти, потому что люди ломают вещи. Бог производит тела, и на небе есть запчасти. И ангел принес ей новое сердце. А старое положил на стол. Они пошли спать, и она рассказывала, что с того дня у нее больше ни разу не было проблем с сердцем. На следующей неделе они пошли к врачу, и врач сказал, «Это первое подлинное чудо, которое я видел. Это не то же самое сердце. Это другое сердце». Он сказал, «Вы можете посмотреть на снимки. Это не то же самое сердце». И у нее больше не было ни одной проблемы с сердцем до конца жизни. Она ускорила проявление ответа, приложив максимальное усилие к тому, чтобы наполниться словом. Послушайте, я понимаю, что есть вещи в моей жизни, которым нужно ускориться. Не потому, что я нетерпелива, а потому, что я не отношусь к своему ответу небрежно. Речь не о нетерпеливости и неспособности ждать. Все нужно здесь и сейчас. Я не об этом говорю. Я говорю о вере, которая не терпит отступления. Аминь. Аллилуйя. Мама Хэгген постоянно питалась словом и таким образом пожала большую силу. Аминь. Аллилуйя. Вспоминаю свидетельство одной женщины. Ее сын однажды вечером пришел на служение моего мужа. Это было много лет назад. На Эдди было помазание, чтобы служить тем, у кого в теле были какие-то опухоли или наросты. Будь то раковые или нет, неважно. Опухоли и наросты довольно часто исчезали, когда он служил людям. И сыну этой женщины на тот момент было около 40 лет, а его матери поставили диагноз рака груди. Она не могла никуда поехать, поэтому ее сын приехал на служение, которое мой муж проводил здесь в церкви. И он попросил моего мужа возложить руки на ткань, потому что в книге Деяний сказано, что можно возложить руки на ткань, и она передаст помазание исцеления, будучи чем-то вроде аккумулятора. Павел возлагал руки на ткань, и ее потом относили к больным людям. И помазание, переданное через эту ткань, входило в тело больного человека и исцеляло его. Это все еще работает сегодня, потому что помазание все еще работает таким же образом сегодня. Итак, этот мужчина принес ткань, поскольку его мама не могла приехать, но ткань могла приехать. Эд возложил руки на ткань, и сын отвез эту ткань маме. И она рассказывала, что прежде чем возложить эту ткань на свое тело, она положила ее на ночной столик, и следующие две недели все, что она делала, это питало свою веру. Все, что она делала, это питалось исцелением. Она питалась и питалась и питалась. Что она делала? Она приводила свою веру в движение. Она питала свою веру. Она не просто в отчаянии схватила эту ткань и возложила ее на себя, думая, что ткань все сделает. Нет, нужно, чтобы вера соединилась с силой. Аминь. Может присутствовать сила, но если внутри нет веры, она не сможет почерпнуть ту силу, что должна была бы или могла бы. Итак, что она делала две недели? То, о чем говорил Папа Хеггин, он питался чем-то, прежде чем начать молиться. Он питался словом, взращивая большую веру Божью внутри. И потом, во мгновение, он высвобождал свою веру, и она работала. И ответ проявлялся, потому что он прежде уделял время тому, чтобы наполниться словом. И именно так и поступила эта женщина. Она начала наполняться словом, наполняться словом, наполняться словом. И делая это, она осознала, я теперь полна веры. Она почувствовала, что ее мера веры возросла. В ней была крепость. Как это понять? Вы настолько уверены. Это произойдет. Не потому, что я себя уговорил. Не потому, что я себя накрутил. Но внутри есть уверенность. Спустя примерно две недели она взяла эту ткань и возложила на свое тело. И в то же мгновение сила прострелила ее тело, и опухоль мгновенно исчезла. Почему? Потому что она уделила время, чтобы наполниться, чтобы полная вера встретилась с силой. Не полупустая вера. Но полная вера встретилась с силой. Позвольте вас спросить. Если вы захотите покрасить свою спальню, а она довольно большая, и вы наполните лоток с краской, и возьмете ролик, погрузите его в краску, и проведете одну полосу по стене, а потом положите его и уйдете. И вернетесь на следующей неделе. Эта полоса не распространится дальше. Вы проведете еще одну полосу по стене. Будет ли спальня покрашена? Да, но это потребует очень много времени при таком подходе. Однако, если вы просто возьметесь за это с полной отдачей и будете красить, и красить, и красить, и красить, очень скоро комната будет готова. Точно так же с верой. Точно так же с получением ответов. Аминь. Это не обязательно должно быть долго. Это не обязательно должно быть долго. На что уходит много времени, так это на то, чтобы люди достаточно вас жаждали, чтобы взяться за это с полной отдачей. С полной отдачей. Ну, знаете, я просто не очень в этом заинтересован. Возгрейте себя. Об этом говорил Павел. Возгрейте дар, который внутри вас. Возгревайте, возгревайте, возгревайте. Решите покончить с симптомами, с которыми вы уже свыклись. Решите перестать сводить концы с концами. Уделите время, чтобы наполняться, 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 наполняться. И я вам гарантирую, вы включите силу. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю в силу Божью. Но необходимо верой растворить эту силу, чтобы она работала. И если мы добавим малую меру веры, то мы получим лишь малую меру силы. Но если мы добавим полную меру веры, мы получим полную меру силы. И все начнет меняться. Мы можем ускорить свой ответ, а не сдерживать и замедлять его. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok